Коллеги, коллеги, всем привет! Вы не представляете, как я рад всех вас видеть. Действительно, я технологический предприниматель, можно так сказать. В какой-то момент я начал заниматься бизнесом, но я врач. Это мое призвание. Я сегодня здесь для того, чтобы с вами немножко поделиться. Я оказался в Казани. Классно, меня пригласили, супер. И мы сегодня поговорим на моем опыте, на опыте других предпринимателей, как из ваших блестящих мозгов, из ваших знаний сделать бизнес технологически, если вы захотите это делать. Я прилетел вчера и уже успел поработать с одним проектом. Меня, собственно, организаторы попросили, чтобы я уже кого-то променторил. Здесь среди вас, наверное, проектов шесть, с которыми я уже в разных программах работал, там в том числе сидят, ребята улыбаются в Казани. И немного послушал, пока кофе стоял, ждал. Немного послушал от проекта. Выяснил, что у вас лето, в самом деле, недавно совсем пришло. Что часть из вас ждала лето. Что меня больше всего поразило, пока я стоял в очереди, мне пришлось немножко презентацию доработать, передо мной обсуждали, о чем нам сделать, посидеть или пойти на ривьеру сходить. Что такое ривьера? Аквапарк. Во, понял. Значит, коллеги, я очень рад, что у меня есть возможность рассказать вам, почему вам нужно и реально стоит сидеть здесь и учиться, а не провести один день в аквапарке. Итак, меня зовут Алекс Косик. Я технологический предприниматель. Я люблю то, что я делаю. Это моя основная мотивация. Так, у меня много проектов, в которых я в том или ином виде участвую. В некоторых я, это проекты, которые я сам создал, в некоторых проектах, которые я инвестировал. Есть проекты, с которыми я работаю со Сколково. Я эксперт, собственно, в фонде по биомет, по IT, энерджи-кластеру. Так, я активно пытаюсь уничтожать лженауку, когда у меня такая возможность появляется, когда ко мне попадаются лженаучные проекты, у них шансов нет пройти там через мою сит и через due diligence. Я очень активно веду due diligence для венчурных фондов, для нескольких ангельских групп. И я неисправимый оптимист. Итак, сегодня у нас будет диалог. Я не переношу монологи. Я хочу услышать от вас. Поэтому первый вопрос к вам. А кто такой технологический предприниматель? Поехали. А вы думали, я один буду сегодня разговаривать? Нет? Да. Человек, который сделал какое-то предприятие с помощью технологии, которую он разработал. Стахановец. Отлично. Дальше. Да. Человек, несущий благо в массы. Миссионер. Прометей, несущий пламя. Очищающий. Очень хорошо. Да. Спекулянт технологий. Супер. Еще какие идеи? Ну, вы знаете, Петросян тоже, наверное, неисправимый оптимист. Но он явно не технологический предприниматель. Еще. Инноватор. А что вы понимаете под словом инноватор или новатор? Очень хорошо. А каким образом это относится к медицине? Это вопрос под ковыркой. Окей. Окей. Смотрите, самая основная вещь. Технологичный предприниматель – это лидер. Это лидер бизнеса. Это нужно всегда понимать. Это действительно, я специально из вас этот ответ пытался выцепить. Это тот, кто занимается реально своим делом. И он на основании своих знаний строит бизнес, построенный на технологиях. Есть очень много разных определений. Я не буду на них особо останавливаться. Понимаю, потому что сейчас моя презентация отделяет вас от обеда. Самое важное, что вам нужно знать для себя на будущее, что технологический предприниматель – это тот, кто не сидит на месте. Это тот человек, который не сидит, как говорится, на сидячем камне, под которой вода не течет, который постоянно ищет, что можно улучшить, как можно улучшить свою жизнь, как можно улучшить качество жизни пациентов, как можно улучшить то место, где он или она работает. И это всегда нужно знать. Это тот человек, который реально ищет для себя наилучшие юрисдикции по налогам, где он делает свое предприятие, как он структурирует сделки. То есть пытается создать бизнес. И это большая граница, которая проходит между врачом, которая проходит между биологом, исследователем и предпринимателем. К этому нужно подготовиться. И я сегодня вам немного расскажу, как я смог это сделать, как другие смогли сделать так, чтобы вы могли научиться. То, что люди видят в вашем успехе и в успехе других технологических предпринимателей, это они видят верхушку айсберга. Далеко не всегда они понимают, через что пришлось пройти. Тот, кто из вас будет делать карьеру в технологическом предпринимательстве, со всем этим столкнется. С рисками, с комплаенсом, с управлением командой, с привлечением финансирования, с анализом риска, с тем, как будут конкуренты биться не на жизнь и на смерть. Это нужно понимать. Успех в науке, что самое главное, мне очень понравилось выступление Виталия. Успех в науке далеко не всегда транслируется в деньги. Иногда это известность, иногда это возможность прийти и выпить пиво со своими коллегами, которых уже 5000 человек. Это блестящие знания, это ум, это возможность о себе заявить, лишний раз публиковаться. У меня очень много есть ученых, которые реально, которым деньги не нужны, они деньги зарабатывают, они получают гранты, и они не хотят заниматься технологическими бизнесами. Я работаю этим entrepreneur in residence в George Mason University, работаю, в смысле, с ними сотрудничаю. Я помогал, я активно менторию проекты. Значит, наверное, 3 или 4 месяца назад я привожу трех ребят из их бизнес-инкубатора к венчурному фонду, они делают презентацию, мы привозим туда профессора. Он говорит, слушайте, вы знаете, интересный проект, собственно, давайте ребята инвестируйте. Говорят, хорошо, мы готовы инвестировать, но вы, уважаемый профессор, идите с вашими студентами, так, становитесь с CTO проекта и дальше будете работать. Говорят, нет, я так не могу, мне 59 лет, у меня тут еще 4 года до старости вообще, я уже полноценный профессор, вообще проект рисковый и непонятно, что с него получится. Я сижу такой, знаете, фейспалм. Понятное дело, ничего дальше с этого не получается. То есть таким людям это не нужно. Так, но из университетской науки идет то, что изменяет наши жизни. Начинает изобретение пенициллина случайного, заканчивая современными IT-системами. Google, это был дипломный проект Стэнфорда. Хоть Google это и не совсем медицинская, скажем так, технология, но я специально ее поставил. Для того, чтобы вы знали, что ваша искра способна перерасти в нечто другое, просто нужно не сидеть на месте. Если мы подойдем к медицине, там кто, может кто-нибудь из вас знает, может не знает, это Роберт Лэнгер, например. Это человек, который считают вторым или третьим основателем биотека американского в принципе, который создал компанию Bind Pharmaceuticals. Роснано в них инвестировал 25 миллионов долларов несколько лет назад в Бостоне. Он создал более 200 компаний, занимается генетическим ресерчем, занимается доставкой внутриклеточной и жесткими. Они на бирже. Стоимость компании больше одного миллиарда долларов. И он при этом продолжает оставаться профессором. Просто у них хорошая экосистема для того, чтобы это можно было делать. Все вы, наверное, знаете. Так, Рик и Уотсон, которые первые смогли корректно показать, что из себя представляет ДНК. И, что самое главное, раньше их цель была поиск фундаментальной истины. Они на этом бизнес не сделали. Они получили значительно позже свои Нобелевские премии и на этом все, собственно, закончилось. Но тот, кто пришел за ними, из фундаментальной науки перешел в практику, тот смог сделать бизнес. Это два очень известных человека. Почитайте их кейс. Найдите. Зайдите потом в Google, посмотрите. Кейс Герберт Бойеровских патентов. Это кейсы рекомбинантной ДНК. Это та технология, которая создала биотек в том виде, в котором он есть. И опять повторяю то же самое, что Виталий сказал. Эти ребята, эти два ученых, там, постдоков в свое время, встретились в Гонолулу, в баре, вечером, во время конференции. Они устроили себе так называемую зеленую милю по всем их барам. Они пошли вечер-вечер в каждом баре, пили-пили-пили-пили и до конца допилились. Я не шучу, это реальный кейс. До того, что можно использовать различные вещи, которыми они до этого вместе сотрудничали. Итак, когда нету науки, и это важно, нишу начинают занимать мошенники. Идет гомеопатия, идет там какая-нибудь, это называется биорезонанс, идет какая-нибудь ерунда по типу Элизабет Холмс со своей компанией Терранос, которая попала на Форбс и потом оттуда просто ушла. Вам нужно это очень четко понимать в технологическом предпринимательстве. И у вас после этого будет лекция, точно так же я советую ее послушать. Когда вы будете заниматься наукой, всегда думайте о науке. Вы сейчас студенты, аспиранты, ординаторы, может быть, и вы всегда будете относиться к тому, что вы сейчас готовитесь, ваших альмаматор вам готовят новых талантов. Вы будете те, кто будет создавать науку, и часть из вас будет создавать эти бизнесы. То есть эти бизнесы идут из университета. И это всегда нужно помнить. Фактор образования всегда важен. Те университеты, которые хотят реально поднимать деньги, Stanford, Berkeley, MIT, они предпочитают лицензирование. Вот вы что-то изобрели там, свою телемедицинскую систему, в университете ее сделали, часть университета, часть у вас, они лицензируют технологию. Те университеты, которые не хотят лицензировать, те, которые хотят заниматься развитием экосистемы, те предпочитают создавать спин-оффы. Российский School of Tech можно рассмотреть, часть казанских университетов. Я думаю, Иннополис пытается по той же самой модели идти. Что важно понимать? Часто очень слышу, вот хотим поехать в США для того, чтобы научиться. Да ерунда это полная. Фундаментальное медицинское образование там отвратительное. Точка. И стоит кучу денег. Люди реально там 20-30 лет оплачивают свои кредиты на образование. Первый раз пациента они могут увидеть, когда им уже далеко за 30. Я это сам узнавал. Я сейчас расскажу, какой там был мой путь в медицине. Но мне было дико, например, слышать, им точно так же дико было слышать, что я там на 10 лет младше большинства их докторов, я уже там оперирую людей. Они такие, да, да не может такого быть. Ведущие российские университеты могут давать первоклассное образование. Но когда вы с ними начинаете разговаривать, окей, делаете спин-оффы, привлекаете венчурные деньги, они говорят, ну, да, может быть интересно, но мы не понимаем, как это делать. Вам это точно так же предстоит. Вы будете доносить до них, вы будете с ними сотрудничать. И вам нужно будет заботиться о судьбе ваших университетов. Вот Дмитрий, к сожалению, ушел. У меня было на данный момент по жизни 5 менторов. Дмитрий был один из них. Я пришел к нему, когда он еще в Интеле работал. Врач. Потом были несколько других. И в Интеле я пришел, в Intel Capital. Там было два человека. Дмитрий Кулич, Виталий Белик. Может быть, там кто-нибудь из вас когда-то слышал. Я им говорю, слушайте, я хочу, чтобы вы меня поменторили. Они говорят, ну, собственно, хорошо, нам тут оплачут. Я говорю, да вы знаете, я доктор, так я хирург, я могу сам платить. Они говорят, ну легко, там у нас сейчас стоит 750 долларов. Я говорю, упс, у меня нет таких денег. Они говорят, хорошо, мы тебя готовы поменторить, но ты дашь нам клятвенное обещание, что когда будет твоя очередь, ты будешь возвращать. Вот я сегодня здесь, потому что я хочу возвратить. Итак, таланты делают деньги. Люди идут с Колково, уходят из университетов. Люди идут в инкубаторы, люди идут в международные акселераторы. Университеты теряют. Ваша задача создавать ту экосистему технологическую, где вы находитесь. Вам вопрос. Кто может создать бизнес в life sciences, так называемых? Медики, биологи или кто-то другой? Поехали. IT-технологи, например. Программисты для биомедицинский сервис какой-нибудь. Хорошо, еще. Еще раз. А почему? Так. Медики очень узко мыслят. Почему? Объясните. Почему? Объясните. Объясните. Угу. Угу. Окей. То есть доступ к информации медики, по вашему мнению, не могут полностью использовать свои знания для того, чтобы создавать бизнесы. Я вас услышал, это хороший комментарий. Да. Командный забег. Как говорит UC Berkeley, entrepreneurship is a team sport. Согласен. Еще. That's what I mean. Exactly. Речь у нас идет о медицинском бизнесе, о биомедицинском. То есть то, что имеет роль для здоровья. Давайте, последнее мнение. Ты как-то уже сходил туда, подсмотрел, что у меня дальше в презентации. Потому что ее еще, кроме, это я первый раз показываю, ее никто не видел. Смотрите. Совершенно верно. Кто знает, кто это такой? Ну, скажи. Поднял руку, да. Ты его перепутал с Робертом Киосаки. Они очень близкие. Ты Гаю никогда не назови. Они очень похожи. Фамилии очень близкие. Но если ты Гаю назовешь Робертом, он тебе, извиняюсь, шмырить будет очень долго. Да. И он говорит, совершенно верно. Он занимается английским инвестированием и считается действительно одним из эвенглистов технологического предпринимательства. И он говорит, вы знаете, это все хорошо, но предпринимательство технологическое далеко не для всех. Вы абсолютно были правы. Доктор что должен делать? Лечить пациента. Далеко не все доктора хотят заниматься чем-либо еще, кроме лечения. И для этого действительно больше подходят биологи. Так. Ну, совершенно верно. Технологическое предпринимательство – это командный спорт. Программист ничего не сделает без вас, как без доктора. У него цифры, у него код. Так. Вы должны рассказать, какая это интерпретация, что на этом фоне можно делать. Итак, моя история. Я пошел по стопам отца. Я из медицинской точно так же семьи. Он – ортопед-травматолог, достаточно известный в Москве. Так. Я закончил третий мед московский с красным дипломом. Потом пошел в ЦИТО. Кто не знает, ЦИТО – это Центральный институт травматологии и ортопедии. Я ортопед-травматолог, хирург. Так. Я пришел сначала в ЦИТО в отделение костной патологии, онкологии. Я почему после этого начал заниматься активно борьбой лженаукой. Мы реально теряли онкологических пациентов, которые там ходоки ходили с тяжелейшими пациентами. Сажали их на БАД, там платили по сотне тысяч долларов. Говорили, ой, вы знаете, там химиотерапия токсичная, у вас будет рвать, вы потеряете волосы. Вот вам там баночка за 20 тысяч долларов. Люди продавали квартиры, машины, ну, почки я не слышал, кто продавали, но тем не менее. Это всегда неприятно. Это что за аппараты? Ну-ка, есть тут у нас ортопед-травматологи? А? Класс! Значит, это именно тот ответ, который я дал 13, наверное, или 14 лет назад. Значит, я точно так же, как и вы, сидел в аудитории в ЦИТО на первом ряду, точно так же. И рассказывает лектор, показывает, говорит, ну вот, посмотрите, собственно, там это аппарат моей разработки. Я молодой, наивный, так сказать, с гонором. Говорит, да какой, вы же не Елизаров? Говорит, молодой человек, а как вас зовут? Говорит, ну, там, так, так. Говорит, нет, говорит, меня зовут Аганесян, Аганес Варданович, академик. К сожалению, умер уже, он стал моим руководителем. Говорит, так, а я еще был студентом, я начал ходить в ЦИТО еще, будучи студентом на пятом курсе. Говорит, так, завтра не иди на, собственно, занятия, приходи ко мне в операционную, я тебе расскажу, чем мои аппараты, Аганесяна-Волкова, ну, Аганесяна, лучший пластин и лучший других аппаратов для фиксации через кожный. И я пришел, я этим восхитился, так, и он был тем человеком, который меня, собственно, технологическое предпринимательство продвинул. Вот он, там, кто не знает, это уже древняя-древняя-древняя фотография восьмого отделения ЦИТО. Вот почему я сказал, что ты, наверное, видел мои слайды. В медицинских, в бизнесах технологических все должно идти от нужды, нужды помочь, нужды что-то решить. Не создавайте бизнесы просто ради того, что да, это модно, да, все хотят стать технологическим предпринимательством, да, все хотят стать миллионерами, но понятия не имеют, как это сделать. Всегда пытайтесь помочь. Улучшите качество жизни, сделайте дешевле, сделайте проще, сделайте доступность, так, все то, что сюда не подходит, берите эту пилу, пилите и занимайтесь дальше. Итак, моя тема, тема моей, там, предположим, научной работы, это помощь пациентам с травмой спинного мозга в шейном отделе. Самые тяжелые, самая тяжелая травма из возможных, при которой человек выживает, так. Травма в шейном отделе, там, С1, С2, предположим, анатомическая перерезка спинного мозга. Человек сам не может дышать, не то, что что-то там делать, у него полная тетраплегия. Почему самое тяжелое? Пару раз задавали вопрос. Все очень просто. Если он при этом, или она при этом получает травму головного мозга, то происходит вклинение ствола головного мозга в атланто-акцепитальное отверстие, отек дыхательного центра, и человек умирает. То есть эта травма является более, скажем так, более милостердной, человек не выживает. Те, кто получает эту травму, у них с головой все нормально, они просто телом не могут управлять. Я придумал, я попал по студенческому обмену, собственно, в США, и я посетил лекцию Кристофера Рива. Это тот, кто, собственно, супермен, передо мной сидел на едва лидной коляске, перед студентами, полностью парализован. Я понятия не имел, что он был суперменом до этого. Я говорю, слушайте, вот там, уважаемые студенты, вы сегодня выпускаетесь, посмотрите на меня, я полностью парализован. Но я могу своей энергией, своей мыслью, своим знанием вас сактивировать на то, чтобы вы помогали. Несите то же самое вашим пациентам, новому поколению. Я подумал, ух ты, а как он живет вообще? У него был постоянный аппарат для искусственной вентиляции с портативным аккумулятором. Он использовал так называемый SIP and PATH device. То есть трубочку, он туда дует, и инвалидная коляска может ехать вперед-назад. Я думаю, что за бред? И после этого начал думать, как им можно помочь. Я изобрел для них специальный контроллер, который управляется языком. В рот. Язык управляет компьютером. Инвалидные коляски, всем чем угодно. Мы начали делать эти устройства. Так. Мы начали реально изменять жизнь. У нас были пациенты, которых мы оперировали. Там внедряли подкожные трансплевральные датчики. Не датчики, пардон. Электроды для того, чтобы мышцы диафрагмы активировать. Так управляли компьютером. Повесили на них системы, которые позволяли управлять те же самые инвалидными коляски. Мы реально улучшали их качество жизни. Это кто? Стив Джобс? Ох, тролль. Билл Гейтс. Да, совершенно верно. Мы поехали в Беркли. Так, от Интела. Мы выиграли конкурс в Беркли с этим устройством, с этим изобретением. Вернулись в Россию, у нас это, мы была первая российская команда, это 2007 год. Нас этим изобретением, собственно, поздравлял Гейтс, там он Крейг Манди, рядом Фурсенко стоял. Пожалуйста, я победил. Будучи врачом, я написал свою первую презентацию, первый бизнес-план абсолютно без какого-либо финансового образования. Вы можете сделать то же самое, учитесь меня. Я поехал в Стэнфорд. Я выиграл конкурс в Стэнфорде. Я уже немного, правда, хорошо говорил по-английски. Гораздо хуже, чем многие из вас. Так, это, собственно, моя команда. Вот смотрите, что мы делали. Мы делали вот такие вещи еще раз. Это полностью парализованные люди. Вот посмотрите на эту фотографию. Девочка не парализованная. Так, она родилась с врожденной Амелией. Здесь справа не было ключицы и лопатки. Слева был только окроме от лопатки. Нету рук. У нее пустые рукава. Так. Так, эта фотография сделана на конкурсе Microsoft Imagine Cup Global Competition. Финал. Она стояла рядом со мной. Я, собственно, вот как я сейчас перед вами делал презентацию, она стояла и переключала вместо меня слайды. Народ начал аплодировать. И я останавливаю, говорю, слушайте, вы аплодируете не мне. И я подхожу к ней и поднимаю ее рукава. И народ такой сидит. Я говорю, вау. Сидели спереди там члены жюри, тушь начала течь. И она потом говорит, вы знаете, вот уже через долгие годы, она говорит, я почувствовал себя реально полноценным человеком. Я реально почувствовал, что кто-то сделал что-то для меня, чего до этого никто не делал. Так. У нас были скромные желания. Возвращаемся назад к бизнесу. Я хотел изменить мир. Я хотел сделать его лучше. Я хотел когда-нибудь позволить Hammer себе купить. Этот Hammer мы, собственно, арендовали в Сан-Франциско. Желтый, красивый Hammer. Hammer приехал, и куча русских припарковались на парковке для инвалидов, просто потому что мы не знали, что там парковаться нельзя. Нас потом оштрафовали, и все прифигели так. А потом мы узнали слово из трех букв, которое для нас оказалось фатальным. Это FDA. Мы поняли, что мы ничего не понимаем об этом. Мы поняли, что FDA нам сказали, ребята, вы полностью обо всем заблуждаетесь. Мы получили апперкот, реально, абсолютно. Наш инвестор сказал, оу, не. Мы не дадим вам серии SBB. Мы не готовы вас дальше инвесторить. Продавайте IP. Мы хотим закрыть свои убытки. Все. На этом проект фактически закончился. Не закрылся. Мы продолжаем дальше инновации делать. Мы делаем такие рабочие станции. Итак, мы купили несколько бизнесов. Кто захочет, посмотрите. Игратроника.ру. Я вам ничего не продаю. Там крупнейший онлайн ритейлер российский, всего связанного с эргономикой в принципе. Так, вот мой американский проект. Мы получили патент. Это, собственно, устройство для таргетированной доставки комбинированных химиопрепаратов прямо в опухоль, в любой части тела, кроме головного, спинного мозга. Так, еще что. И я поддерживаю экосистему. Найдите меня на Линкдине. Вы видите, там кучу-кучу-кучу молодых предпринимателей, которым я реально помогаю. Я очень открыт. Я очень скромен без ложной скромности. Ко мне нужно обращаться на «ты». Я прошу вас, тратьте мое время полностью, пока я здесь нахожусь. Я готов с каждым из вас поработать. Вот те, кто со мной работали там по разным программам, прекрасно, ко мне можно подойти, пожать руку. Я вам всегда что-то скажу путное. Используйте мое время. И учитесь от моих ошибок. Итак, переходим к практической части, к нашим десяти шагам. Да это все было только вступление. Итак, новая медицинская технология. Что вы должны знать? Это самый важный актив вашей компании. Делаете ли вы маленькое, малое инновационное предприятие в вашем институте? Придумали ли вы что-то новое? Является ли это темой вашей, не знаю, там кандидатской или докторской диссертации? Является ли это просто изобретением? Это то самое важное, что есть в вашей компании, даже если еще компании нет. Вы должны это холить, лелеять и всячески улучшать. Так, это самый уязвимый ваш актив на всех стадиях. Его могут украсть. Его могут скопировать. Его могут позаимствовать. Его могут испортить. Вас могут специально раскритиковать. Вы не представляете себе, какое количество пессимистов я как предприниматель встречал на своем пути. Которые говорили, а это никому не надо. А, да ты ноль там без палочки. А, да кто вот это будет пользоваться? Да кто вот это будет покупать? Люди завидуют. В какой-то момент вы научитесь получать от этого кайф. Как только говорят, а у тебя ничего не получится. У вас такой сразу, знаете, катахоламиновый такой стресс. Такой, опа. Еще одного обставил. Учитесь этому. Дальше. Только новые медицинские технологии могут давать взрывной рост. Это очень важно. Чем отличается малый бизнес от технологического? Вопрос. Чем отличается малый бизнес, о чем сейчас все говорят, от технологического бизнеса? Так. А принципиальное отличие? Здесь ты технологический бизнес для себя как стоматолог. Масштабирование. Правильно. Я специально показал эту строчку. Я вам дал намек, чтобы вы ее прочитали. Только технологический бизнес можно продать за условный миллион долларов. Если вы являетесь стоматологом, вы через 5 лет, через 10 лет, через год, неважно сколько, вы этот миллион заработаете. Но вы продаете себя, вы продаете свою услугу, вы продаете свое образование, вы не продаете продукт. Малый бизнес масштабировать практически невозможно, только если у вас нет очень хорошей бизнес-модели по развитию шерингового сервиса, еще чего-нибудь. Только владельцы новых медицинских продуктов могут свои компании продать. Опять же, рано или поздно продажи компаний – это вполне реальный способ выхода. И большинство новых продуктов никогда не увидят в покупателях. Точка. Это проза жизни. Вероятности. Они вас поразят. 9 из 10 новых компаний в медицине проваливаются. Это данные по экосистеме американской, там, где, в принципе, технологическое предпринимательство – это наше все. Это даже не по-российское. Я по-российской такого не видел. Я читал там несколько отчетов РВК, нескольким отчетам, я помогал даже готовить для агентства стратегических инициатив. Но трудно сказать так. Те, кто дошли до клиники, из них только 40% будут живы через 5 лет. Еще меньшее количество будут показывать какие-то прибыли, смогут пройти клинику. Риск-менеджмент критически важен. И то, сколько вы сможете потратить времени, от этого будет зависеть ваш успех. И, соответственно, следующий вопрос. А каковы причины провалов? Как вы думаете? Еще раз? Not living what? Not believing yourself. Окей, I accept that. Дороговизна. Хорошо, еще. Чего непродуманность? Правильно. Регуляторный compliance. Кто еще что-то сказал? Слабая результативность клиники на доклинике. Совершенно верно. Тот, кто в фарме, немного понимает, прекрасно знает, что куча, куча, куча проектов идет. Уже показывают клинические испытания первой. Второй стадии. И спрашиваешь, ребята, а какова ваша цель? Вы цель идентифицировали? Я говорю, нет. Я говорю, а как вы можете drug development делать без неидентифицированной цели? А вот так. Мы уже 5 лет делаем, еще 10 лет будем делать, а нам цель не нужна. Оно и так работает. Есть примеры, когда это реально работает. Тот же самый он, Дмитрий, упоминал Прозак. Он уже давным-давно был на рынке, антидепрессант, когда только цели потом обнаружили. Тем не еще. Причины провалов. Очень хорошо. Ключевое слово. Очень много юридических компонентов, финансовых, с которыми нам очень сложно что делать? Супер. И вот я ждал этого ответа от всех. Вот человек, который заработал новую книгу. Или там ваш приз, да. Я ждал, почему? Я к нему специально подводил. Ваш мозг врача... Скажи, я начну с другой стороны. Человек, который способен выучить на латыни анатомию черепа, уголовный кодекс прочтет, как там сказку на ночь. Кодекс о международных финансах прочтет за неделю. Как выучить, как китайский язык в том же самом анекдоте. Скажите, когда сдавать. Вы научены зубрить, вы научены учиться. Включайте свой мозг и начинайте читать. Читайте хорошие книги, читайте умные книги. Знакомьтесь с умными людьми и впитывайте информацию. Ваш мозг заточен на то, чтобы искать взаимосвязи. Чем отличается медицина? Медицина фактически то же самое ремесло. Вы можете видеть взаимосвязи, то, которое не диплёрник, не эйай, не дипмайнд, не блютаммайнд, никогда не увидят то, что вы сможете увидеть. У них нет такой архитектуры. У вас вот здесь архитектура. Вы, поняв методологию, всё это очень быстро освоите. Я не MBA, я не профессор экономики, я не профессор финансов. Но меня привлекают три американских университета. Я приезжаю, я учу технологического предпринимательства, финансов их студентов MBA, с которыми они там заплатили по 120 тысяч долларов в год. Очень просто. Вам нужно учиться. Итак, правильно, высокая стоимость испытаний и разработки. Это всегда нужно понимать. Это очень большие деньги. Для меддевайса в Штатах это может быть там для третьего класса до 40 миллионов долларов и 8 лет потраченной жизни. И ещё не факт, что это получится. Задержки. Для биомеда просто постоянно. Большое время вывода. Хорошая идея. Рынок переоценён. Как наш стиль медитация. Недостаточный спрос. Не настолько хорошо сделан. Неадекватная цена. Конкуренты ругаются и больно бьют. И дерутся за жизнь. Большие компании не хотят своей рынке уступать. Они не хотят своей прибыли уступать. Всего компании вынуждены бороться. Вам это нужно понимать. Пожалуйста. Доказательная медицина. Очень хороший есть кейс. Там российский орбидол. Я ничего не имею против этого препарата. Я его никогда не пробовал. Но тем не менее. Если вы у них на сайте посмотрите. Да, у нас это единственный из препаратов, о которых пишет Всемирная Организация Здравоохранения. А меня не заломалось. Зайти, посмотреть, о чем про них пишет Всемирная Организация Здравоохранения. Они пишут очень четко. Вот, пожалуйста, ссылка. Тогда как результаты, описанные неким Борискиным, показывают некоторую эффективность и безопасность тербидола. Недостаток информации касательно дизайна исследований. Испытаний. И сравнительный анализ показывает, что эти результаты следует воспринимать с определенной опаской. То есть это по-русски, если сказать, слушайте, мы не знаем, что они смотрели. Это доказательная медицина. Всегда делайте доказательную медицину. У вас будет следующая лекция. Обязательно. Никто не уходите. Обязательно все ее выслушайте. Итак. Подходим к интересной части. А каковы же факторы успеха? Настойчивость. То, что называется там persistent. Сейчас я скажу. Есть очень хорошее выражение. Success is 1% of inspiration and 99% of perspiration. Это сказал, не буду. В общем, успех это 1% inspiration, когда реально что-то в голову пришло, и 99% потения. Это Томас Эдисон сказал, вспомнил. Еще. Команда. Помощь команды. Чего? А зачем юридическая подклонность нужна? Вот еще. Очень хорошо. Я сейчас прокомментирую. Очень важная часть. Вы, как будущие технологические предприниматели, а я надеюсь, вы будущие технологические предприниматели, должны в какой-то момент научиться одному очень важному скиллу. Этот скил называется, его нужно прокачивать, он называется делегирование. Делегируйте, я это просто постоянно делаю, точно так же. Делегируйте профессионалу то, что этот профессионал сделает лучше вас. Попытайтесь научиться у этого профессионала тому, чего он или она делает, или хотя бы научитесь понимать то, что для вас сделает хорошо или плохо, и как это делается. Но всегда делегируйте. Соответственно, не нужно заниматься таким вот деталем юридическим. Наймите юриста, но поймите, что для вас юрист ваш написал. Да, еще варианты. Факторы успеха. По одному. Он должен помогать. Отлично. Еще кто-нибудь? Ментор нужен обязательно. У меня большая лекция есть по менторству. К сожалению, она в этот раз не вошла, но я немножко завтра о ней расскажу. Я специально включу презентацию завтра. Да, еще. Скажите еще search engine optimization. И это тогда будет полный оверкил. Еще. Не понял? Наличие критики. Дозированное. Согласен. Я пытаюсь еще что-нибудь интересное. Вот опять пытаюсь подвести вас. Хорошо. Давайте начну подсказывать. Превосходящая технология. Прозвучала. Функции value. Прозвучала. Четко оценочный рыночный сегмент. Это то, что не было. Это непонимание того, куда вы будете выходить. Но это еще не то, к чему я вас подвожу. Совершенствование, развитый roadmap, апдейты, уверенная сплоченная команда. Это то, что реально будет вам помогать. Без этих факторов успеха создать бизнес невозможно. Итак. У меня осталось. Я иду, в самом деле, быстрее. У меня еще 25 минут. Но мы подходим к окончанию. Собственно, к 10 шагам. Воспринимайте это не как шаги, как руководство к действию. Я не собираюсь давать ответы на все вопросы, которые у вас, в принципе, есть. Я не способен это делать. Воспринимайте это как некий такой гайд. Как некие лайфхаки, которые вам позволят просто не допускать тех ошибок, которых я надел и которые я продолжаю делать. Первый. Это наличие кофаундера. Один в поле не воин. Как я сказал, опять же, чему меня там в университете Беркли научили. Джерри Энджел, профессор. Он сказал, entrepreneurship is a team sport. Технологическое предпринимательство – это командный спорт. Знаете это? Это кто? Что за два парня? Еще раз? Ну, не будем клички там. Серый, белый. И? Так, серый. Ну, Сергей Брин, Ларри Пейдж. Это кто? Основатели Гугла. Совершенно верно. Вот два парня встретились, опять же, в Стэнфорде сделали дипломный проект. У меня есть мой кофаундер. Это мой брат. У меня есть мой кофаундер. Это мой отец. Венчурные инвесторы не очень любят семейные бизнесы. Но есть исключения. Сейчас я когда смотрю, там проекты на дью-диле. Я когда вижу семейный подряд, у меня сразу, ой, блин, опять. Наступаем на старые грабли. Но я уже хоть знаю, что это за грабли. Понимаете? Тут несколько другая ситуация. Без поддержки людей, которым вы стопроцентно доверяете, работать очень сложно. Дальше. Ранний старт. Обгоняйте ваших конкурентов. Вот с кем у меня состоялся разговор по поводу шифрования, пока мы стояли кофе ждали. По поводу библиотеки Microsoft. Значит, Microsoft в ноябре 2016 года выпустила никем особо не замеченную библиотеку. Так называемая библиотека гомоморфного шифрования. Вот у нее такое интересное название. А что она представляет? Она позволяет закрывать медицинские данные, полностью шифровать. Получает из одного килобайта получать больше одного мегабайта полностью нечитаемого текста. который, тем не менее, можно в рамках этого API оценивать, смотреть обезличенно и делать из этого какие-то выводы. Очень важная вещь. Никто этого не знает. Сказал. Будет человек изучать. Раньше, чем раньше вы начнете, тем лучше это получится. Эволюция технологии. Это что за девайс? Пейджер. Откуда вы знаете? О, а зачем он тебе нужен? Что? Отлично. Так? Я пейджеры застал. Я пользовался своим. У меня был Моторола, Стартак вот такой тут ходил. Знаете, это был просто класс. Так? И телефоны все время застал. Многие вообще понятия не имеют. Но вы удивитесь. Там в Штатах, в американских больницах, у полицейских, у врачей, у пожарников. У всех на поясе висят пейджеры. Почему? У всех до единого. Потому что у них действительно такой канал связи. Они всех с сотовыми телефонами ходят. Но они прекрасно знают, что если что-то случается с сотовыми вышками, сигнал на них дойдет в любом случае, и они будут знать, где находиться. И Моторола, та же самая, до сих пор продолжает эти пейджеры выпускать. Эти монохромными дисплеями с ужасными кнопочками, которые могут там работать две недели без подзарядки. Так? Дальше. Happy Alma Mater. Ну-ка. Кто латынь в свое время учил? Alma Mater, что такое? Молодцы. Я люблю вас. Так. Ваш университет должен быть счастливым. Это основной посыл моей сегодняшней презентации. Вы выходите из университета. Будь то как студенты, будь то как из Иннополиса выходите, из другого университета, из ваших университетов. Не забывайте о вашем университете. Помогайте ему. В Штатах есть культура, опять же. В Европе есть культура. Endowment funds. Там, где выпускники реально помогают. Со мной связывались. Совершенно так, как говорится. Out of the blue. Просто мне в LinkedIn в свое время написали. Из моего университета, который я закончил. Сказали, слушайте, мы тут узнали, чего вы технологические предприниматели. А не хотите ли вы к нам приехать? Собственно, немножко студентов мотивировать. Я говорю, да легко. Разговариваю там. Замдекан. Замдекан, в общем, разгазывает. Мы разговариваем, разговариваем, разговариваем. Он говорит, ну мы же теперь типа инновационный вуз. Я говорю, да. А что такое, по вашему мнению, инновационный вуз? Ну как? У нас стоит проектор. Мы тебе презентации делаем в PowerPoint. А я помню, мы еще презентации на штакетнике делаем. Я говорю, да. Я говорю, понятно, но в общем, к сожалению, не состоялось. Так, несмотря на то, что я с удовольствием своему университету помог. Помогайте вашему университету. Ваш университет вас за это не забудет. Обязательно. Так, нужен инвестор удобный. Вам не нужен умный инвестор. Умные инвесторы редко, но встречаются. Глупых инвесторов значительно больше. Противных инвесторов практически все. Я очень противный ангел. Люди улыбаются. Задел за живое. Вам нужен, вот я специально пощеркнул, удобный инвестор, который когда не нужно, когда нужно мешать вам не будет, а когда нужно, к нему можно обратиться. Это очень важно. Без хороших умных денег, умных в кавычках, удобных в кавычках, сделать что-то очень сложное. Мне попался не очень умный инвестор. Точнее, он умный, но он не очень удобный. Он в свое время проект наш завалил. Так, государство. Тоже один из моих любимых слов. Я долго пытался подобрать чего-нибудь, что такое умное можно рисовать с точки зрения импортозамещения. Если там запретят в свое время, это слайд там с прошлого года, когда там с Турцией были сложности, в свое время турецкие тетрисы, собственно, заполонили все рынки. Вот, пожалуйста, импортозамещение. Тетрис на бумаге. Как здесь написано. Рисуете там, нумеруем фигурки, чертим поле рандомно и начинаем их рандомно ставить. Так, импортозамещение далеко не всегда плохо, особенно в части медицинского оборудования, особенно в части медицинских систем. Для вас, и это важно, для вас создаются условия протектората так называемого. Вы имеете возможность выходить как внутренний дилер, как внутренний разработчик на рынок, государство которому запрещает выходить извне. Этим важно и нужно и возможно уметь пользоваться. Для вас создаются более благоприятные конкурентные преимущества. Кооперация и партнерство. Всегда старайтесь делать что-то в партнерстве с кем-то. Вижу улыбку. С чем связано? А что на этой картинке интересно? Кооперация, правильно. Один давит на насос, второй сидит, смотрит, чтобы кошка не прибежала, а третий пьет. После этого голуби меняются. Кооперация всегда должна быть вин-вин-вин-вин-вин. Без этого иначе ничего не получается. Один раз кинуйте, больше с вами никто работать особо не будет. Но тем не менее кооперируйтесь. Ищите возможности работать с вашими инкубаторами. Полным-полно акселераторов. Кооперируйте с ними. Полным-полно клиник. Приходите в ваши клиники, приходите к вашим знакомым. Договаривайтесь о неофициальных каких-то взаимосвязях, о каких-то лабораторных исследованиях. Просто тупо принести там, извините, у меня пробирку крови, что-нибудь там ее посмотрели, чтобы вам что-то сказали. Это работает. Когда вы не можете развивать кооперацию, отлично, от вас будут требовать денег, зеленых долларов или деревянных рублей. А так вы сможете за счет кооперации, за счет межличностного взаимоотношения сильно-сильно-сильно повышать свои затраты. Всегда кооперируйтесь. Когда вы работаете в кооперации, вас потопить значительно тяжелее, чем когда вы работаете одни. То есть это опять же тот же самый принцип, один в поле не войн, но уже на таком более развернутом виде. Так, конкуренты. С конкурентами нужно дружить. Так сказать, держи лучшего, самого злейшего врага на ближней привязи. У меня есть очень хороший кейс. Сидим мы в жюри. Я сидел в жюри в каком-то. И в тот же конкурс бизнес-планов сидят айтишники, сидит там Microsoft, Intel, Oracle, еще там сидят. И поднимается парень и рассказывает что-то о своем сервисе. Что-то он на Ruby on Rails писал. И поднимается человек из Microsoft и говорит, слушайте, а что вы на Ruby on Rails пишите? Используйте .NET. И он не представился, что он из Microsoft. Я говорю, слушайте, да какой .NET? Всем известно, что Билл там сидел и одним местом по клавиатуре танцевал. Понимаете? И вот он говорит человеку, который работает в Microsoft, там Билл Гейс, который его прямой начальник. Выиграл этот человек потом конкурс? Нет, конечно нет. Ваши конкуренты не хотят, и никто не хочет услышать, что они хуже, чем вы. Все хотят услышать, почему вы лучше, чем остальные. Видите? Разница, казалось бы, совсем невелика, но она очень важна. Не критикуйте ваших конкурентов. Хвалите себя. Сами себя не похвалите. Очень небольшое количество людей есть, которые вас захотят похвалить. Цифры. Современное цифровое здравоохранение. Так? Сейчас все цифруется. Все сравнивается. В современной медицине без цифр медицина остается чем? Ремеслом. Это далеко не всегда плохо. Хирургию очень трудно оцифровать. Но вот как Дмитрий нам до этого объяснил. Оказывается, и хирургию можно через роботы Зевс, через роботы Довинчи можно оцифровать. Всегда знайте взаимоотношения. Тут кому не видно, написано, что самое большое, что из перечисленных является самым большим. Орех? Слон, луна или чайник? И вот она дает ответ. Слоны. Да, правда, больше, чем луна. Так? Не сравнивайте несравниваемые. Всегда знайте, что у вас по цифрам. Если вы идете, извините, клинические испытания, вам нужны цифры. Вам нужна выборка. Вам нужна статистика. Если в России, там, я писал диссертацию, я все это помню, здесь что-то сюда приписал, что-то туда приписал, ну и нормально. То в рецензируемых источниках, если ваша методология непроверяемая, неверифицируема, за это могут сильно забанить. Так, бережливость. Десятый шаг. Всегда об этом помните. Я очень советую вот эту вот книжечку. Она тоненькая книжечка. Lean Startup. Там написано куча разной ерунды касательно айтишников. Как быстро добиваться успеха, как быстро проигрывать, как заниматься своей финансой. Вы всю часть, заменяете всю часть айтишную на часть биомедицинскую. И у вас получается по Lean Startup не по айти, а по биомедицине. Почитайте, в сессии запишите. Это должна быть реально там настольная книга, которая нужна. Я хотел на десяти шагах ограничиться. Но опять же, после того, как поработал с проектом вчера, еще решил одиннадцатый все-таки шаг поставить. Так, это мотивация. Вам всегда нужна мотивация. Вот опять же, там отсутствие веры в себя, прозвучал ответ. Всегда нужно себя мотивировать. Еще раз, на вашем пути будут встречаться те, кто будет вас глушить, 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 глушить. И это будет просто постоянно. В какой-то момент нужно научиться это терпеть, стискивать зубы, а потом получать от этого кайф. Технологическое предпринимательство. Смотрите, что написано. Это самое лучшее лекарство от депрессии. Технологическое предпринимательство. Это самое лучшее лекарство от эйфории. У профессиональных игроков в покер есть очень интересное выражение. Они говорят, если я сижу за столом, там начинаю что-то выигрывать, и я начинаю чувствовать, что мне игра реально нравится, это самое время подниматься и уходить из-за стола. Делайте то же самое. Итак, помощь доступна. Пожалуйста. Вы находитесь в экосистеме. Я эксперт Сколкова. Я Сколкова не рекламирую, там не того пошиба птица. Но тем не менее, если вам нужна помощь, есть биомет-кластер, в котором громадное количество экспертов. Кому нужно будет, пожалуйста, я дам контакт, и свяжитесь с грантовой экспертной службой, они с вами пообщаются. Любые вопросы, это не мои слайды, это их слайды, язык официальной презентации, я их позаимствовал, в кавычках. Любые вопросы о проекте национальной теории можно задать фонду эксперту Сколкова. Вам ничего не стоит. Связывайтесь с их службой, я вам дам контакты. Легко. Итак, финальные мантры. Не останавливайтесь в своем профессиональном развитии. Учитесь, 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 еще раз учитесь, как завещал великий вы и Ленин. Это все так. Перенимайте чужой опыт. Будьте очень хорошо подготовлены. Знайте ответы на те вопросы, которые вам будут задавать. Новые вопросы записывайте, и на этом останавливайтесь. Договаривайтесь, ищите компромиссы. И всем удачи на вашем пути. Спасибо. Спасибо большое, Алекс. Вопросы? Да, коллеги, пожалуйста, вопросы к вредному ангелу. Сочетание-то какое, да? Да, я так понимаю, будет снова англоязычный вопрос. Пожалуйста. Спасибо. 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 Коллеги, я на этот вопрос дам очень простой ответ. Мне никто не заплатил для того, чтобы я был здесь. Я перед вами выступаю бесплатно. Мне только оплатили гостиницу и билет. Для того, чтобы сюда попасть, я пролетел 22 часа с тремя пересадками. У меня вот еще один глаз красный. Я сегодня ночью поспал 2 часа. Реально. Я сегодня здесь, завтра здесь с вами работаю. В субботу я лечу назад. Я поддерживаю российскую экосистему технологическую в том виде, как я это могу. Не потому, что я с этого получаю денег. Нет, мне никто не платит. Это мое, воспринимаете это неким таким патриотизмом. В свое время мне помогли. У меня были менторы, которые мне помогли, кстати, которым я дал в кавычках это обещание. Я сейчас возвращаю свой долг. Отвечаю на ваш вопрос. Мне никто не платит, когда меня сюда пригласили. Я приехал, потому что я реально хочу, чтобы вы у меня научились. Точка. Как вы чувствовали, после вы получили 20 тысяч? Может, я забыла. Давайте начнем с начала. Да. Как вы чувствовали, после того, как вы получили подарок в Америке? После вашей конференции? Окей. Хорошо. Значит, смотрите. Первый мой конкурс, в котором я сказал, я участвовал, был BIT 2006. Бизнес инновационных технологий. В 2006 году. Я на него пошел, я написал там за две недели свою первую заявку, не имея абсолютно никакого образования. Так, я пришел в Intel, сказал, ребята, помогите. Ну, они мне немножко помогли, просто советом. Опять же, они мне дали менторов. После этого я выиграл, и меня отправили в Беркли, я в Беркли выиграл. И после этого я приезжаю, у меня раздается звонок на сотовом. Говорят, человек позвонил, представился, здрасте, меня зовут Игорь Гармезиан. Кто не знает, он потом перешел из Microsoft в РВК, сейчас там преподаванием занимается. Говорит, вы знаете, меня попросила с вами связаться Ольга Дергунова. Ольга Дергунова, опять же, кто не знает, это раньше был руководитель российского Microsoft, потом она перешла куда-то в Питер, по-моему, или в ВТБ еще, неважно. И она говорит, у нас приезжает очень важный гость, и мы хотим, чтобы вы нам презентовали проект для нашего гостя. Он вас хотел бы поздравить с вашей победой, первой российской компанией в конкурсе Беркли. Мы соревновались с проектами, которые пришли с американских бизнес-школ, в том числе с Беркли. Мы говорим, ну да, что, а какой гость, она говорит, ну я вам не могу сказать, так. Но тем не менее, вы его увидите, ну мы уже поняли, что там первые лица приезжают от Microsoft. Так что, это было кайф, так. Кто бы мне до этого сказал, там, тремя месяцами назад, что написав там первый бизнес-план, опять же, сделав первую презентацию, я вам покажу, кстати, завтра я вам покажу часть своих слайдов, насколько они были ужасные, это я сейчас понимаю, так. Это был просто шок. Тот, кто мне бы сказал, я бы сказал, слушайте, да вы знаете, это бесплатно, это невозможно сделать. Это я не знаю, какую взятку нужно дать, там, чтобы тебя с Биллом Гейтсом познакомили. Ничего подобного. Они ценят знания. Пользуйтесь этим же. Did I answer your question? Yeah, thank you very much. Great. Поехали, еще вопросы. Еще, коллеги. Да, пожалуйста. Алекс, добрый день. Альберт Матазин. Вопрос такой. Назови, пожалуйста, на твой взгляд самые перспективные сферы для медицинского технологического стартаперства, предпринимательства. Поскольку я являюсь апологетом медицинских девайсов, то я всегда расскажу только о медицинских девайсах. Соответственно, это медицинские девайсы. В геномику я пока не очень хорошо верю. Там по разным причинам. В big data в медицине есть определенные privacy concerns. Там, не знаю, кто-нибудь у вас смотрел фильм совсем недавний с Томом Хэнксом. The Circle называется. Круг или сфера. Смотрели? Вот клевый фильм, который реально показывает проблемы, которые возникают с privacy в медицине. Там с вещами связанными, там с фармакологией. Я очень к этому хорошо отношусь, но косты на R&D, на фармакологию, они просто бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Поэтому, на мой взгляд, в девайсах, в доступе к медицине реально то, куда дальше будет технологическое предпринимательство развиваться. Ну и, конечно же, биологические части, части исследований. Я трекаю, смотрю, скажем так, за развитием, наверное, пяти или шести компаний, которые занимаются таргетированной доставкой РНК. Кто не знает, там CRNK, я активно смотрю по компаниям, которые занимаются CRISPR, COS9. Опять же, там эти тулы для редактирования. То есть это то, что я смотрю. В одну из них я немного вошел. Еще вопросы? Да, может так, я услышал. Только постарайтесь, Грокчи, чтобы слышал не только Алекс, но и коллеги. Ну, по сути, все равно целимся мы все на американские рынки, потому что денег больше. Это уже ответ на ваш вопрос. Нет. И как российским компаниям проверять вот свои гипотезы? Потому что российский рынок – это все-таки своеобразный рынок. И если медицинские какие-то девайсы тут разрабатываются, как вот там вот это все проверить? Окей. Значит, мой ответ следующий. Вы должны в какой-то момент, не должны, но мой вам совет, принять, может быть, тоже и мою философию. У меня философия следующая. Хорошо там, где я есть. Для меня, во всяком случае. У меня никогда не было философии, как у рыбака. На другом берегу лучше рыба ловится. Соответственно, если вы можете сделать в России бизнес, сделать его в России, ожидать, что вас в Штатах ждут с распростертыми объятиями, дадут гранты, дадут образование, дают финансирование, но это полный самообман. У них есть свои студенты, у них есть свои разработки, у них есть стартаперская культура. Их учат делать презентацию вот с такого возраста. Поэтому, если вы видите бизнес-модель, если вы видите нужду, которая на этом рынке каким-то образом не покрыта, делайте бизнес здесь. Когда вы вырастите, вы уже подумаете, открыть ли там субсидии, или еще что-то можно сделать, или кому-то продать лицензию. Не нужно оставить себе, не создай себе кумира. Не делайте из Штатов кумира. Там с распростертыми объятиями не ждут, там нужно реально работать локтями. В России это проще. И что, даже чемодан денег никто не даст? Чего? Чемодан денег, когда приедешь. Если только просто чемодан. Если только просто чемодан, еще не самый хороший. И обратный билет. Еще вопросы? Да. Очень мотивирует, очень здорово. И классные советы. У меня три вопроса. Первое, какой твой девиз? Второе, есть ли какая-то большая мечта? Первый, какой еще раз вопрос? Девиз. Девиз по жизни. А третий, как ты считаешь, будет ли что-то, ну не знаю, я мечтатель, что-то за искусственным, доктором с искусственным интеллектом, что-то дальше. Ну то есть мы к этому идем, а вот что-то после него будет ли? Ну может быть я не прав. Хорошо. Значит девиз у меня очень простой. Это латинская пословица. Ex-professor de novo. Из знаний рождается новизна. Так, она у меня кто со мной в скайпе, не знаю, кто из вас в скайпе со мной есть, нету, но она у меня в скайпе прямо написана. Так, это мой девиз. Касательно мечты, мечта сделать мир лучше, она никуда не уходила. Она так до сих пор остается, несмотря на все кувалды, которые сверху и с боков летят с тумаками. Касательно искусственного интеллекта я, опять же, не того птица пошиба для того, чтобы об этом судить. Об этом разговаривает Билл Гейтс, Илон Маск активно об этом твитит. Стивен Хокинг дает свои предположения, предсказания Нострадамуса. Я предполагаю, что рано или поздно псевдоискусственный интеллект будет создан. Во всяком случае, там чат-ботов уже полно, они мой спам-фильтр просто забивают постоянно. Вот очень хороший мой, будет ответ на этот вопрос. Куда делся Виталий? Виталий убежал. Касательно Конгресса. Почитайте замечательнейшее произведение, которое даст ответ на этот вопрос. Его написал Станислав Лем, польский фантаст, там кто его знает. Произведение называется Футурологический конгресс. Оно, почитал? Молодец. Ему уже кучу-кучу лет, там 20, может быть 30 или может быть 40 лет. Но все то, что там написано в части медицинских технологий, в части фармы, в части галлюционогенной фармы, там описано просто уникально. Почитайте его. Футурологический конгресс Станислав Лем. Еще вопросы? Да. По поводу этого сопартнерства. Зачастую бывает такое, что, ну, как у вас по личному опыту сопартнерство, это близкие люди, возможно, родственники, лучшие друзья. И зачастую бывает, что возникают проблемы. Конечно, личное нельзя вводить в работу, но зачастую такое бывает. Как ваше отношение к этому? Ну, я здесь одно могу посоветовать. Просто почитайте специализированное руководство там по конфликтам, по разрешению конфликтов. Если хотите немного посмеяться, почитайте там Дейла Карнеги, как заводить друзей там или их сохранять. Это книжку раз прочитать, потом выбросить, потому что на сегодня она уже абсолютно функциональна. Вы себе просто поставьте задачу всегда, когда вы начинаете партнерство, вы задавайте себе несколько вопросов. Первое, что от этого получу я? Второе, что от этого получает мой потенциальный партнер? Третье, кому это больше нужно? Четвертое, где может случиться, как это по культурне выразится, где может случиться провал? Почему он может случиться и как его можно предотвратить? Если вы будете знать ответы на эти вопросы перед партнерством, договоритесь на берегу, а не в лодке, то ваше партнерство будет скорее всего успешным или вы минимизируете риски, потому что оно у вас провалится. И у вас останется шанс сохранить друзей? Да, сохранить друзей, совершенно верно. Алекс, я вижу, у нас осталось еще буквально 50 секунд. Вот, да, последний вопрос, если позволишь. Вот сейчас на 101% всех мотивировал абсолютно, прежде всего, success stories, в том числе и на тебе. Есть ли в твоем кейсе такой bright fail? Вот пошел туда, а не пошло. А сейчас это можно использовать как кейс, но с гордостью. Вот есть, ну, по-любому ведь должно что-то быть. Конечно. Так. Я сильно далеко не буду идти. Ладно. Это опухолевый проект. Так, мы получили... Шикарное мы сделали, создали шикарное устройство. Представьте себе, мы берем... Вот у человека где-то опухоль в организме. Так. Вот здесь, например. Мы берем, обкалываем ее электродами. Так. Через эти электроды загоняем туда эпинефрин. Останавливаем вообще весь кровоток вокруг. Там эпинефрин его нигде... На лице, например, нельзя применять. Сейчас будет у меня звучать. После чего мы загоняем туда центральный электрод. В эту область аноксии мы можем загонять один химиопрепарат, мы можем загонять два. Мы можем загонять три. Если захотим, мы туда можем керосина налить. Я еще не видел ни одной опухоли, которая является керосиноустойчивой. Я, конечно, утрирую. Операция малоинвазивная, операция под местной анестезией. После чего весь детрит оттуда аспирируется. И все. Так. Мы получили классный патент, но мы не смогли это коммерциализовать. Почему? Потому что это третий класс. Очень много недоказанных концепций. Это еще не доказательная медицина. Ее еще нужно доказывать. Что там гипертермия. Да, отдельно может использоваться. Гипертермия в онкологии достаточно активно применяется. В мои учебники, в мое время, когда я читал, говорили, что гипертермия при онкологии не-не-не. Ничего подобного. Работает. Это электрофорез, то же самое. Электропорация необратимая-обратимая, то же самое. Так, а мы предложили это все в комплексе. Но для того, чтобы эту технологию дать стиль до рынка, это, наверное, 60 миллионов долларов, это минимум. Есть у меня такие деньги? Нет. Мы ждем. То есть это нельзя назвать фейл, но это проект реально замороженный. Я вам просто показал красивые картинки там на доклинике, на самом девайсе. Но хотим ли мы его сейчас реализовать? Нет. Потому что я не готов там 10 лет своей жизни отдать на то, чтобы это сделать. Там буквально месяц назад прошла статья. Вы, может, ее тоже найдете. Там одна британская компания предложила что-то аналогичное тому, чем мы используем. То есть мы просто взяли стратегию. У нас есть патент. Мы взяли стратегию просто выждать. Там 10-15 лет. Патент там до 2030 с какого-то года действует. И посмотреть, что с индустрией произойдет. Может быть, начать троллить. То есть принести эту технологию и пока ее реализовать мы не смогли. Окей. Спасибо. Коллеги, я думаю, достойно ваших аплодисментов. Удачи. Выступление, Алекс. Спасибо огромное.